Привет-привет, друзья! С вами я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас линейка телефонов компании Nokia. Вначале немного история этой компании. Компания получила свое имя по названию города Nokia, который расположен в Финляндии, на берегу реки Нокиарвинтра, в котором Фредерик Иденстем построил в 1868 году свою вторую бумажную фабрику. Название Nokia FD компания была дано в 1871 году. Название самой реки, как считается, происходит от старинного финского слова Nois, то есть множественная Nokia, обозначавшего черного соболя, который когда-то водился в тех местах. Когда соболь исчез, это слово стало обозначать любого зверя с черным мехом, например, куницу или норком. Ну и мы помним компанию Nokia, конечно, как они начинали, и в 2000-х годах они были абсолютными лидерами, но потом, по прошествии какого-то времени, Samsung перехватил эстафету и стал лидировать в производстве телефонов. Но было такое время, когда действительно Nokia была абсолютным лидером. Потом пошел период Nokia, они начали сотрудничать с Microsoft и стали выпускать вот эти Lumia, которые были на Microsoft, и сейчас они никому не нужны. Nokia осознала все свои ошибки и сейчас выпускает телефоны на голом Android, и это круто, друзья. Итак, погнали к линейкам компании Nokia. Если честно, то у этой компании нет определенных линей, на которые можно ориентироваться. Здесь все по нумерации, друзья, и поэтому я их распределил по своим линейкам. Итак, погнали. Первая линейка – это бюджетная линейка. Здесь телефоны Nokia 1, Nokia 2, Nokia 3 и Nokia 5. Отметим, что Nokia 1, выпуск 2018 года, работает на Android 8, Oreo. Процессор MTK6737 стоит этот телефон в районе 6 тысяч рублей или же около 100 долларов. Отличный телефон, звонилка такая, очень бюджет, ничем не уступает. Но отметим, что на Android 8 это отлично. Также хочется сказать, что начиная с телефона Nokia 3, который идет на процессоре MTK6737, есть NFC. И дальше, друзья, все телефоны, начиная от этого телефона, работают с NFC. Nokia 3 работает на MTK6737 и, как мы отметили, у него есть NFC. Следующая линейка начинается с Nokia 6. Здесь телефоны Nokia 6, Nokia 6 2018 года, Nokia 6 Air Black и Nokia 7. На какой телефон хотелось бы обратить ваше внимание, вот Nokia 6 2018 года, тоже здесь, конечно, есть NFC, но отличный процессор 630-й Snap, видеоускоритель Adreno 508, есть здесь USB Type-C, также миниджек, а оптика так вообще от Carl Zeiss. Все это хозяйство стоит в районе 17 тысяч рублей. Это красивый телефон, модный, у него есть свой какой-то определенный дизайн, он узнаваемый и Nokia 6 New или 2018 года, это отличный телефон. И также хочется отметить, что он работает на голом Android. Итак, следующая линейка, начиная с Nokia 8, это у нас начинается флагманская линейка. Здесь телефоны Nokia 8, Nokia 8 Sirocco, которая была представлена совсем недавно на MWC и Nokia 9, которая еще не представлена. Мы не знаем, как он будет выглядеть, но, скорее всего, он будет работать на новом 845-м Snap. Эта новинка еще не вышла. Итак, давайте поговорим о Nokia 8. Nokia 8 работает на отличном процессоре Snapdragon 835, 4 гига оперативки, 32 тысячи рублей приблизительно стоит этот телефон. У этого телефона отличная запись звука, Nokia работает в этом направлении и большое спасибо тебе за это, Nokia, это отлично. Также есть интересная фишка, это двусторонняя съемка. Прикол заключается в том, что снимает одновременно передняя камера, то есть фронталка, и основная камера, то есть задняя. Основная камера снимает то, что впереди, а фронтальная камера снимает непосредственно вас. И вы видите в мониторе сразу же два изображения, щелкаете и делаете вот такие интересные, позитивные фотографии. И это хорошая находка компании Nokia. Отлично. Также Nokia 8 Sirocco представлена на MWC на 835 Snapdragon. Это возрождение легендарной линейки Sirocco, то есть тех телефонов, которые отличаются дизайном. И на самом деле Nokia 8 Sirocco отличается таким угловатым дизайном, что ли. Какое-то есть свое видение дизайна этого телефона. Работает он тоже на Android 8 Oreo. И некоторые подробности этого телефона мы узнаем позже, потому что на данный момент мы его пока что не имеем. Ну и последнее. Это по сути даже не линейка, это отдельные телефоны компании Nokia. Это Nokia 3310, которая нашумела в прошлом году. И Nokia 8110, которая нашумела уже в этом году. Возобновление легендарных телефонов в новом обличье, в новой оболочке Nokia 3310, но со старым таким дизайном. Очень интересный, очень красивый дизайн. Для кого эти телефоны? Ну, честно сказать, мне непонятно. Позабавиться, конечно, можно. Можно купить, может быть, бабули, потому что она любит кнопочками там тыкаться. Но есть определенная группа людей, которые на самом деле предпочитают только кнопочные телефоны. Вот реально есть такие люди. И для них Nokia 3310 и 8110. Это будут отличные телефоны, которые помогут им в повседневной жизни. На какие телефоны можно обратить внимание в этих линейках? В бюджетной линейке я бы обратил ваше внимание на телефон Nokia 5. Он недорогой за эти деньги, но у него есть ряд преимуществ. Работает он, конечно, в 430-м снапе. Не таком мощном. Но есть у него ряд преимуществ, на которые я хотел обратить ваше внимание. Во-первых, защита IP52. Конечно, это не 68-ный и так далее. То есть это пылевлагоударостойчивая защита. Не такая сильная, но от дождя, допустим, она спокойно поможет. И самый большой плюс этого телефона, как я считаю, это NFC за эти деньги. Nokia, большое спасибо вам за это. Вот такая линейка телефонов компании Nokia. Пиши, пожалуйста, в комментариях, какие линейки еще нужно рассмотреть. А с вами был я, Эд Скраббер. Скоро вас ждут новые интересные видео. Обязательно подписывайся на этот канал. Тем самым ты поддержишь этот канал. Ставь большой такой жирнющий лайк. Сделай репост этого видео, если есть такая возможность. Этим ты очень сильно поддержишь этот канал. И напиши любой комментарий, который тебе только в голову придумается. Любой комментарий тоже будет являться твоей поддержкой. Большое тебе спасибо. Всем пока-пока.